Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. И перед началом обзора я хотел сказать несколько слов о том, что со следующей недели, с 13 ноября, стартует новый поток курса персональной инвестиции. Фактически, пройдя данный курс, вы получите максимум информации для начала вашего пути трейдера. И в том числе мы разберем более детально те составляющие, те моменты, которые мы рассматриваем в рамках данного обзора. И также, коллеги, приятная новость для тех, кто пока еще не работает с компанией Admiral Markets. Для всех новых зарегистрированных участников мы сможем предоставить учебный счет, учебный реальный счет на 200 евро. Прибыль с которого до 200 евро можно будет перевести на счет реальный. Для того, чтобы получить данный учебный счет, необходимо зарегистрироваться на курс, открыть обычный реальный счет, пополнить его на сумму от 200 евро. И мы дополнительно дадим вам этот учебный счет. И фактически это позволит вам, во-первых, ознакомиться с торговыми условиями компании Admiral Markets. Во-первых, сделать первые шаги без риска. Более подробно уже с вами свяжется менеджер и пояснит по процедуре получения данного счета. Все, что от вас фактически требуется, это зарегистрироваться на данный курс. Ссылка будет под этим видео. Ну а сейчас вернемся к обзору. На текущий момент начнем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. Тенденция по паре евро преобладает нисходящей. Ближайшие цели – это закрепиться ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии, уйти ниже отметки 1.1579. Ну а отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара закрепится выше максимальных значений, которые мы видели вчера, на отметке 1.1623. Цели по нисходящему движению дали уже на 1.1430. Пара британский фунт и американский доллар на текущем в рамках часового таймфрейма находятся в восходящем движении. Вчера преодолели максимальные значения пятницы, закрепили за этим уровнем. Сейчас видим небольшую коррекцию от максимальных значений вчерашнего торгового дня. Ну и ближайшие цели по восходящей тенденции – это закрепиться выше максимальных значений вчерашней торговой сессии, то есть уйти выше отметки 1.3174 и далее пойти уже на 1.3313. В том случае, если мы увидим пару британский фунт ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.3056, то это у нас уже возвращает к нисходящему сценарию по данной паре. Пока торгуемся выше данного уровня, основной сценарий остается на укреплении. Пара американский доллар, японская иена на текущий момент продолжает свое движение восходящее, хоть мы и видели вчера закрытие ниже открытия, но пока область 1.1367 устояла и пока пара торгуется выше данного уровня, основное направление у нас остается восходящим с ближайшими целями движения в область 1.1472 и далее уже на 1.15. В том случае, если пара американский доллар и японская иена сможет закрепиться ниже минимальных значений 1.1369, то в этом случае уже вероятно развитие коррекционного нисходящего движения по данной паре. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает снижаться. На текущем момент ближайшие цели это также закрепиться ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии, уйти ниже отметкой 1.2703 и далее уже на 1.2630. В том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальных значений вчерашней торговой сессии, а именно 1.2781, то уже вероятно начало коррекционного восходящего движения по данной паре. Пара австралийский доллар, американский доллар на текущем момент находится в нисходящем движении, которое преобладает в рамках часового таймфрейма, а с ближайшими целями движение за минимальную область вчерашней торговой сессии и также на пятничной сессии, а именно за отметку 76.37. Возврат к покупкам по данным паре будет актуален после полноценного закрепления выше максимальных значений вчерашней торговой сессии, а именно 76.92. Сегодня с утра попытались, прокололи данный уровень, но пока полноценного закрепления, а именно открытия и закрытия часовой свечи за данным уровнем, пока мы не видели. Пара евро-фунт на текущий момент продолжает снижаться. Золото вчера мы смогли преодолеть минимальные значения пятницы, поэтому получили развитие нисходящего сценария, и на текущий момент ближайшие цели – это закрепиться ниже отметки 88.09, те минимумы, которые были зафиксированы вчера. Уход выше максимальных значений понедельника отметки 88.87 уже вернет нас к покупкам по данному активу. На текущий момент продажи преобладают. Золото вчера смогло закрепиться выше максимальных значений пятницы. На текущий момент по золоту мы видим фактическую торговлю в боковике. Верхняя граница – 1283 доллара за тройскую лунцу, нижняя граница – 1266 долларов. На текущий момент ближайшие цели для продолжения восходящего движения – это закрепиться выше отметки 1283, то есть уйти за уровень сопротивления, и дальше уже двинуться на 1305. В том случае, если золото обновит локальные минимумы, то есть закрепится ниже отметки 1265 долларов, мы получим возврат уже к продажам. На текущий момент преобладают пока покупки, пока мы торгуемся выше отметки 1266 долларов за тройскую лунцу. Нефть марки Brent продолжает укрепляться. Новые максимумы были зафиксированы вчера в области 66.74. На текущий момент ближайшая цель – это как раз закрепиться выше данного уровня, то есть уйти за отметку 64.83-64.90, и далее двинуться уже на 66.99. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях понедельника, отметка 62.39. Закрепление за данной областью вернет нас к продажам по данному активу. По индексу DAX мы также видим обновление исторических максимумов. Также мы видели их сегодня, доходили до отметки 13.531. Новый максимум, который был показан по данному активу. Соответственно, тенденция на укрепление продолжается. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях понедельника, на отметке 13.441. Преодоление данной области поддержки уже может нам дать предпосылки на начало коррекционного движения, завершение которого позволит вновь присоединиться на покупки по данному активу. Ну и биткоин пока продолжает корректироваться. Вчера мы закрылись ниже открытия. На текущем моменте для продолжения нисходящего коррекционного движения нам необходимо увидеть биткоин ниже отметки 6940, закрепить за этим уровнем, и тем самым мы получим подтверждение продолжения коррекции. Возврат к покупкам, то есть завершение коррекционного нисходящего движения, произойдет в том случае, если биткоин сможет закрепиться выше отметки 7.432, максимум, который был зафиксирован вчера. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Как всегда, напоминаю, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, задавайте ваши вопросы в комментариях. Ну а по поводу курса персональной инвестиции регистрируйтесь, менеджеры с вами свяжутся и уже подскажут о том, как получить учебный счет. И напоминаю, что количество счетов ограничено. Всем спасибо, всем хорошего торгового дня и увидимся уже завтра.